Подведены итоги конкурса профессионального мастерства лучшего машиниста-экскаватора, организованного центром персонал. Соревнование этого года получилось очень напряженным и эмоциональным. Его участниками стали представители передовых предприятий горнодобывающей отрасли страны. В результате безоговорочную победу одержал машинист-экскаватора цеха «Рудник» горнобогатительного производства ММК Вадим Куксов. На конкурсе он творил настоящие чудеса. Абсолютным победителем этого конкурса Вадим Куксов становится второй раз, всерьез впечатляя своим мастерством не только строгое жюри, но и других участников. Ведь, по сути, это состязание на точность, что на тяжелой 200-тонной карьерной технике сделать не так-то просто. Например, закрыть пятикубовым в рост человека ковшом спичечный коробок. Справиться с этим заданием зачастую не под силу даже бывалым. Победа в этом конкурсе – это вопрос удачи. Приезжают на конкурсы люди мастеровитые и опытные, так что кому повезет, любо говоря. Главной проблемой таких соревнований становится волнение, считает Вадим Куксов. Правда, ему самому не может помешать даже оно. Ведь работать машинистом-экскаватора он начал еще в 1986 году. Так что управлять этой тяжелой техникой может сегодня даже с закрытыми глазами. Я с детства любил технику. Попал сюда, потому что у меня отец здесь работал мастером взрывников. Он меня привозил еще прям со всем ребенком. И все, впечатления детские. Сюда меня привели. Это любовь с первого взгляда, шутит Вадим Вячеславович. Тогда еще юного паренька впечатлили не только большие машины, но и удивительная красота лисьегорского месторождения, а также сама работа. Ведь к разработке этого карьера Магнитогорский металлургический комбинат приступил еще в 1940 году. А его запасы по-прежнему неиссякаемы. Узнав, что ежегодно горники добывает по 850 тысяч тонн доломита, обогащенного магнием, для стали плавильного и цементного производства, Вадим Куксов захотел принять участие в этом процессе, сумев при этом очень быстро стать одним из передовиков производства. Вадим Вячеславович, так как очень опытный профессионал своего дела, он не только смотрит на кальку, но и смотрит на состояние забоя. Он видит конкретно, где доломит с хорошим содержанием магния, где известняк. И он сортирует и возит на склад уже нужный нам материал. Содержание магния в доломите должно быть от 17% и выше. Все, что ниже, считается браком, которого у Куксова никогда не бывает. В день он отгружает до 3000 тонн породы, это более 100 белазов. И делает это на довольно сложной в управлении машине, легко, словно играя, что, как выяснилось, пришло не сразу. Как в фантастических фильмах роботами люди управляют, это тоже самый большой робот. Движение рук, ног управляет и поворотом, и подъемом. То есть синхронизировать, грубо говоря, свои движения с движениями эскаватора, вот это и сложно. То есть совместить свои движения с движениями эскаватора, это, ну, не знаю, у всех по-разному, там месяц, два, три на это уходит. То есть понять, чем ты управляешь конкретно. Вот когда это получается, говорит Вадим Вячеславович, тогда и начинаешь чувствовать настоящее удовольствие от работы. Именно этому он старается научить молодое поколение, поскольку наставничество считает важной частью своей деятельности. Ведь запасов доломита в карьере еще на 90 лет вперед. Так что работы хватит на всех. Татьяна Артенко, Денис Иванов, телекомпания ТВИН.